Рассказовское малое и среднее предпринимательство занимает третье место в рейтинге среди городов области. Впереди Тамбов и Мичуринск. В этой сфере работает 6 тысяч человек. Накануне на региональные конференции подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель-2017». Из 20 победителей 6 бизнесменов из Рассказова. Практически из семейного коллектива заведение общепита взяло свое начало. Во главе с мамой, поваром крестный, сына в роли управляющего и одного официанта кафе отправилось в творческий полет. Нестандартное меню, блюда на вкус любого взыскательного клиента приходилось искать при помощи талантливых поваров. Их не только находили, но и отправляли учиться в столицу. Спустя 5 лет кафе заслужило достойную репутацию. Коллектив вырос в 5 раз. Уже сейчас практикуют выездные банкеты на природе, а еще планируют обустроить детскую площадку около заведения, чтобы и взрослым было хорошо, и малышам весело. Здесь проходят тематические вечеринки. Управляющий гордо заявляет, необходимо идти в ногу со временем. Рассказово должно выйти на новый уровень обслуживания и образ отдыха. Приглашаем разных диджеев. С Липецка, вот к нам диджей, в этот суббот приедет, вот с тамбова диджей. Каждый суббот проводим какие-то мероприятия, то есть тематические вечеринки. Музыку подбирают тоже нам люди определенные. Вот с Воронежа у нас есть человек, который работает над этим, над музыкой, чтобы были постоянно какие-то новые треки, чтобы люди приходили, танцевали, отдыхали, веселились. Барную карту, коктейли тоже нам делают. Ну, все из других городов, просто чтобы идти в ногу со временем. У нас город маленький, но мы продвигаемся, мы растем. А эти ароматные пирожки выпускают еще рано утром в пирожковом цехе. В горячей печи румянится 40 наименований выпечки с различной начинкой. Стараются угодить сладкоежкам и любителям более сытного содержимого. Нашей съемочной группе застать поваров не удалось. Их рабочий день начинается с 4 утра и заканчивается уже к 10 часам. Производство работает с 1976 года и до настоящего времени сохранил советские рецепты. Алексей Калмаков, попробовав пирожки, отметил вкус, который напоминает детство. У нас определенно в цеху ручной труд. И технологии у нас старые еще при Советском Союзе, которые были разработаны. В наших технологиях мы не добавляем никаких искусственных заменителей. У нас все натуральное. Поэтому, скажем так, наша продукция пользуется спросом. Наша продукция отпускается по территории Тамбовской области, поставляется в магазины, ну и расходится среди, собственно, наших жителей. Трикотажная индустрия Расказово – развивающаяся сфера. В условиях достаточной конкуренции каждый предприниматель старается найти не только своего клиента, но и не забыть о качестве товара. По словам Елены Рыбиной, в 90-е выживали на чужом товаре, а позднее задумалась о личном деле. Десятилетний рубеж работы в этом направлении дал возможность работать на межрегиональном пространстве и даже позволил выйти на работу в северные регионы. Так как мы ездим по ярмаркам, по регионам, мы также расширяем и показываем свой товар, и расширяем свою клиентскую базу, потому что авторики знакомятся, они могут потрогать товар, посмотреть, как он стоит. И мы с ними опять работаем, уже туда не приезжая. То есть там уже работают активисты. Вот так вот мы стараемся и удерживаем своих клиентов. Сейчас в планах расширить объемы выпускаемой продукции. Строится новый цех. На будущее потребуются новые рабочие. Кажется, один из них уже осваивает новую профессию. Алексей Калмаков впервые за швейной машинкой. Но Елена, как руководитель и швея по профессии, оценила начинание главы города. Очень отлично. Еще тройка предпринимателей из Рассказова, одержавших победу в конкурсе, работают в транспортной, торговой и промышленной сфере. По словам Алексея Калмакова, они вносят весомый вклад в развитие экономики города. Что сейчас из себя представляет малый бизнес, для Рассказова? Это почти 280 малых предприятий, 1285 у нас индивидуальных предпринимателей. И все в сумме дают оборот более 2,5 миллиардов рублей. Это, знаете, по сравнению с крупными промышленными предприятиями, они делают оборот в 1,6 раза больше, чем на крупных промышленных предприятиях. Конкурс среди предпринимателей проходит ежегодно. В 2017-м от Рассказова было подано 15 заявок, и только 6 смогли войти в число лучших областей. Среди критериев отбора стоят экономические показатели, занятость населения, качество предоставляемых услуг. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов назвал город Рассказова лидером по количеству полученных наград в этом году. Юлия Хлыстова, Александр Прокудин, Новости ТВ Рассказова.